Заболевания сердечно-сосудистой системы широко распространены среди взрослого населения многих стран мира и занимают лидирующее место в общей статистике смертности, в том числе и в России. На федеральном и краевом уровнях принимаются программы по развитию сетей сердечно-сосудистых центров, один из которых в мае этого года начал работать и в Славянском районе. В 2011 году в Славянской ЦРБ было создано первичное сосудистое отделение, которое показало хорошие результаты в лечении и реабилитации пациентов. Поэтому было принято решение на базе отделения создать региональный сосудистый центр. Подготовка к его открытию велась в течение полутора лет, и в мае текущего года центр начал принимать первых пациентов. Пациенты приезжают к нам сейчас из четырех районов – Северский, Абимский, Славянский, Красноармейский. И по показаниям уже непосредственно в ходе обследования доктор принимает решение о возможности и необходимости проведения процедуры – коронарографии или уже стенкирования непосредственно. Глава Славянского района Роман Сенеговский, побывавший в новом сосудистом центре, познакомился с его работой. Заведующий отделением рентген-эндоваскулярной диагностики и лечения Роман Радык рассказал о возможностях нового оборудования, приобретенного в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Современная техника позволит проводить коронографию – метод диагностики сосудов сердца. В ближайшее время начнется проведение стентирования коронарных артерий – метод лечения форм ишемической болезни сердца, стенокардии, инфаркта миокарда путем установки стенда для восстановления кровотока. Благодаря национальным проектам и краевым программам высокотехнологичная медицинская помощь становится доступнее. Теперь успешно диагностировать и лечить болезни сердца и головного мозга можно на базе Славянской районной больницы. Раньше такие процедуры проводились в Краевом центре грудной хирургии. «Ежедневно операционная рассчитана на несколько операций и на 5-7-10 диагностических операций». Во время рабочей поездки глава района также посетил хирургическое и травматологическое отделение, где в прошлом году начался капитальный ремонт помещений. Здесь будет заменено практически все, начиная от инженерных сетей и заканчивая окнами, мебелью и оборудованием. Ремонт корпуса ведется в рамках нацпроекта здравоохранения и региональных программ по улучшению материально-технической базы лечебных учреждений. Продлится он до конца года. Общая стоимость работ – порядка 25 миллионов рублей. Анна Монастыренко, Игорь Ванчуков, программа «События». Продолжение следует...